Всем привет, друзья, с вами Дядька Демон, и у меня просто очешуительные новости. Прямо сейчас проходит турнир, который называется Gaming Paradise, и проходит этот турнир в Словении. Сейчас идёт 14 игра из 15 игр этого турнира. Играют Na'Vi и Mausy. Собственно, почему это самый провальный турнир года? Потому что с самого начала с ним не заладилось. То есть, насколько мне стало известно, насколько я нашёл, собственно, информацию в сети об этом, сначала просто не привезли компьютеры вовремя для того, чтобы начать подготовить это всё. Компьютеры просто не приехали, не могли выйти на связь с водителем машины, которая транспортировала компьютеры, которые были взяты в аренду. По прошествии суток компьютеры привезли, но они оказались без видеокарт. Видеокарты тоже там спустя какое-то время, несколько часов раздобыли. Или это видеокарты из Венгрии заказывали, они везли их несколько часов. В общем, прокол на проколе и проколом подгоняет. Вот сегодня получилось так, что я смог понаблюдать за какими-то чемпионатами, соревнованиями, за играми. И вот в данный момент игра началась буквально минут 20 назад. При этом после первого раунда сразу же стопнули по какой-то причине. Я не смотрел, по какой причине стопнули. И вот сейчас уже 3-3 счет и это финиш. Обычно я эти темы не трогаю, не касаюсь этого. На сегодня мне очень захотелось об этом рассказать. Почему? Потому что каждый матч я наблюдал за этими соревнованиями, начиная с 7 числа, со вчерашнего дня. И все те матчи, которые я видел, они все стартовали с задержкой в час, в полтора, в два. То есть ты приходишь на стрим и еще вот так вот сидишь и ждешь и наблюдаешь, как Шитсторм развивается в чате. Сегодня мало того, что задержка была почти 3 часа в матче, о котором я сейчас говорю, так еще перед этим выяснилось, что Сио, да, Сио, по-моему, это называется, этого самого турнира сказал, что он уходит со своего поста и отдает эту должность кому-нибудь другому, кто сделает лучше, чем он. Это первый момент, первый тревожный звоночек. Второй момент. Задержка почти в 3 часа обусловлена тем, что, оказывается, организаторы потеряли призовой фонд. По некоторым данным, организаторы смылись с призовым фондом. И эта информация неподтвержденная, но так как дыма без огня не бывает, поэтому вполне возможно, что что-то здесь как-то есть какие-то крупицы правды. Второй момент, или тоже третий. Самый интересный момент. Вот-вот 10 числа стартует в Дубае ESL. И вот ведь что самое интересное. Большинство игроков, которые сейчас находятся, остаются еще в Gaming Paradise на этом самом турнире, должны лететь в Дубае. Но завалилась полиция и отобрала у всех паспорта. Об этом инфа была и у Зевса, кажется, в группе, и в чате народ обсуждал, в твиттере тоже. Но, естественно, если бы полиция задержала этих самых игроков до выяснения, никто бы никуда не полетел, и несколько команд пролетели бы с ESL в Дубае. Ну, хотя просто сам факт поездки в Дубае уже неплох. Но, к счастью, все прояснилось. Поскольку номера были заказаны не от имени игроков, а от имени организаторов, паспорта вернули, и игроки подписали бумаги о продолжении турнира без выплаты призовых. То есть большинство игроков согласилось продолжить играть бесплатно на интерес. И это очень хорошо, это очень круто, ребята молодцы, не оставили своих фанатов без зрелища и без став. Еще один забавный момент, скандальщики, интрижечки, расследования. Один из игроков Титана, если я правильно помню, потерял багаж, плохо себя чувствует при этом. Я не знаю, может быть это как-то связано с тем, что он потерял багаж, может быть там какое-то оборудование или еще что-то. Я видел его с ингалятором, может у него астма или еще что-то типа того. И вот тоже недавно пришла инфа о том, что три игрока из Титана слегли с пищевым отравлением. Их отправили в госпиталь. Не знаю, правда или нет, но инфа везде располылась. И возможно игра с Титанами будет отменена, либо произойдет очень крупная замена. Посмотрим, что из этого получится. Интересно, забавно. Такое вот первое мое видео на эту тему. Просто решил поделиться событиями и рассказать вам о том, что происходит прямо в данный момент. Ну а сейчас я продолжу смотреть игру. Большое спасибо за внимание, друзья. Читайте больше книг, не смотрите центральное телевидение. С вами был Дядька Демон. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok